Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 16 обрывов линии электропередач, 3 поврежденных крыши, опрокинутые остановочные павильоны, вырванные с корнем и поваленные деревья. Таков печальный итог шквалистого ветра, который обрушился накануне на краевую столицу. По данным Алтайского гидрометеоцентра, порывы достигали 20 в отдельных местах 22 метров в секунду. Одним из главных и оперативных источников информации стали сами жители Барнаула. В социальных сетях появились многочисленные фотографии последствий. Пострадал ДК города Барнаула. Ветер сорвал значительную часть кровли, а на дом по улице Чеглецова упало дерево. Пострадавших нет, но, по словам очевидцев, зачастую обломки и ветви деревьев падали, едва не задевая прохожих. Жители дома по Исакова 254 прислали нам фотографии, которые говорят сами за себя. Их авторы не пострадали, чего не скажешь об автомобиле. Пока они пытаются найти тех, кто сможет возместить ущерб, который нанесли обломки дерева, шквалистый ветер не спешит покидать краевую столицу. Май для Барнаула характеризуется грозовой деятельностью, как, в принципе, и все лето. И при определенных обстоятельствах, когда в прогнозах будет стоять дождь-гроза, всегда можно подразумевать, что где-то может, опять же, локально возникнуть такое явление. Это явление практически непрогнозируемое. Первая партия барнаульских призывников в эти минуты готовится к отправке. Ближе к полуночи на железнодорожном вокзале они сядут в вагоны и поедут к месту несения службы. Ну а сегодня утром новобранцев провожали ветераны войны, первые лица края, а также родные и близкие. На плацу Алтайского военкомата побывал и наш корреспондент Алексей Янкин. В новой форме с вещмешком за спиной сыны Алтая готовятся пройти настоящую школу жизни. Это их первое армейское построение. На плацу краевого военкомата будущие спецназовцы, пехотинцы, бойцы президентского полка. Отсюда почти каждый день новобранцы будут уходить в армию. Сегодня первая отправка. Сегодня у нас будут отправлены 91 человек. Пойдут, прежде всего, в президентский полк, пойдет команда, пойдут и во внутренние войска, в Москву, в дивизию особого назначения, в Пятигорск и в части сухопутных войск. Успешной службы призывникам сегодня пожелали руководитель края, глава епархии, представители военкомата. Чтобы лучше служилось, святой водой строй окропил священник. Все это под внимательными взглядами родных и близких будущих солдат. Фронтовик Захар Масленников в этот день вспоминает свой уход в армию в далеком 42-м году. И когда меня провожали, идет один немец. Поздоровался, спрашивает, кто до меня с тобой встретился. Я говорю, да вроде бы никто, я ничего не было. Ты видишь, я в первой встрече несу целый хлеб. Раньше стряпали хлеб, круглые булки, большие. Не отрезано, не отщипано ничего. Вернешься жив и здоров. За первым построением последовал первый марш, а после 30 минут на общение с родными и близкими. Много ли тут успеешь сказать? С этого дня из гражданской жизни юноши уходят на один год. Срок службы не изменился. С радостным настроем ухожу в армию. Сегодня 12 часов ночи, отправка будет. Думаю, что все будет нормально. Я всегда хотел как бы в армию, всегда думал, что пойду служить в Министерстве обороны. И как бы так получилось, что пошел именно в армию. Эмоции жесткие. Был бы первый, было бы проще. А это младшего всегда тяжело. Тем более в президентский полк отправляем его. Весенний призыв завершится 15 июля. К этому времени 2500 алтайских призывников пополнят ряды российской армии. Служить будут во всех военных округах. Но больше всего наших ребят пополнят ряды Центрального военного округа. Алексей Янкин, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Лесные пожары, эвакуация населения и тяжелая техника МЧС в действии. Командно-штабные учения стартовали в селе Рогозиха. Имитация лесного пожара. Сразу несколько очагов возгорания со стороны лесополосы. Пожарным предстояло их локализовать, а затем потушить полностью. С поставленной задачей они справились за несколько минут. За всеми этапами учения следили из командного пункта. Штаб мобильный и разворачивается он оперативно, неподалеку от любой катастрофы, требующей вмешательства спасателей МЧС. По словам руководителей командного пункта, давать оценку по итогам учения еще рано. Определять ее будет специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Но предварительно каких-то нареканий со стороны наблюдателей в адрес личного состава не поступало. Поиски Ксении Боковой продолжаются. Напомним, 10-летняя школьница пропала 28 марта в поселке Белоярск. До дома она не дошла несколько десятков метров. В минувший понедельник полицейские, спасатели и волонтеры вновь осматривали дно обмелевшей реки Черемшанки. Помимо 200 человек пришлось использовать и тяжелую технику. Сегодня гость нашей студии, следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю, Игорь Калиничев. Здравствуйте. В понедельник на реке Черемшанки вновь искали Ксению. Есть ли результаты? Вновь было обследовано более 10 километров русла реки. Однако поисковые мероприятия до настоящего времени каких-либо результатов по местонахождению Ксении не принесли. А кто привлечен к поиску? Значительное количество сотрудников МВД, Следственного комитета России, МЧС. Тут же необходимо отметить, что также были привлечены волонтеры, водолазы, также принимали участие родственники, знакомые семьи Боковых. Прошло полтора месяца с момента пропажи девочки. Вот за это время в целом, что удалось сделать? Есть ли какие-то конкретные находки, результаты? Ну, изначально с целью полного всестороннего и объективного установления обстоятельств произошедшего, следственно-оперативным путем отрабатывали следующие версии. В отношении Ксении было совершено особо тяжкое преступление против личности. Ксения была похищена неизвестным и удерживается в неустановленном месте. А также Ксения стала жертвой несчастного случая, упав в воду реки Черемшанка. В ходе предварительного следствия выполнен громадный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий. Таких, как были осмотрены частные домовладения и их приусадебные территории, расположенные на пути следования Боковой со школы домой, а также в месте ее исчезновения. Жильцы были допрошены о известных им обстоятельствах пропажи девочки. Также отрабатывались оперативным путем жители города ранее судимые, а также состоящие на учете у врача-психиатра. Пока никакой зацепки, дающей предположение, что в отношении Ксении было совершено преступление, нет. То есть никаких подозрительных ни автомобилей, ни лиц в том месте не было. То есть путь следования Ксении установлен вплоть до минуты, то есть когда она пропала, и все лица, которые там нами установлены, все были допрошены. Я знаю, что найден и рюкзак, и телефон. Да, действительно, в месте исчезновения Ксении, около 200 метров вниз по течению реки, на дне реки была обнаружена сумка с принадлежащими Ксениями вещами, сотовым телефоном. В интернете, в комментариях, многие говорят о том, что девочку все-таки нашли, но почему-то об этом не хотят говорить окружающим. Вы как относитесь к такому комментарию? Ну, за период с момента исчезновения Ксении в правоохранительные органы неоднократно поступали сообщения с информацией о возможном местонахождении Ксении. То есть по каждому сообщению проводились мероприятия в полном объеме, однако результатов данного мероприятия не принесли. В начале беседы вы сказали, что был звонок от жителя Новосибирска, и кажется, он видел похожую девочку, это так? Ну да, действительно, пока я ехал в эту студию, поступил от оперативных служб мне информация о том, что некий гражданин видел в городе Новосибирске на вокзале Ксению. Будем с ним проводить мероприятия. Уже личность установлена наверняка? Личность установлена, он находится в отделе полиции. А какие дальнейшие меры планируете предпринимать? Не было ли желания, попытки обратиться, ну, к примеру, в битву экстрасенсов? Ну, до настоящего времени обращение к данным экстрасенсам не планируется. Планируется проведение дополнительных поисковых мероприятий, в том числе и в русле реки Черемшанка, а также допросы лиц, которым что-либо известно. Пользуясь случаем, хочу вновь обратиться к жителям Алтайского края. При получении какой-либо значимой информации, которая может способствовать установлению местонахождения Ксении, прошу обращаться в правоохранительные органы. Спасибо вам за встречу. Будем надеяться, что Ксения все-таки жива и здорова. А я напоминаю, что сегодня гость нашей студии, следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю Игорь Калиничев. Субтитры создавал DimaTorzok Только за последние 8 лет, благодаря реализуемым федеральным и краевым программам, свои жилищные условия уже улучшили более 20 тысяч человек. В этом году новоселье должны отметить еще около 600 молодых семей. Такая возможность у них появилась благодаря выделенной субсидии. Федерация, край и муниципалитеты, каждый, вложил в общую копилку по 140 миллионов рублей. А сейчас об открытиях. Сегодня в Барнауле официально открыли Академию дорожной безопасности. Так называется новый совместный проект сотрудников дорожной полиции и педагогов края. Юридического адреса это учебное заведение не имеет, поскольку находится в специально оборудованном автобусе. Внешне он ничем не отличается от своих собратьев. Правда, начинка совершенно иная. Здесь и мобильный перекресток, оборудованный светофорами, и мониторы для просмотра обучающих фильмов, ну и, конечно, всевозможные тренажеры, чтобы лучше усвоить правила дорожного движения. Запланирована работа его круглогодичная. В летний период мы планируем использовать его на детских оздоровительных лагерях и пришкольных площадках. Четырем студентам Алтайского края присуждена именная стипендия экологического фонда имени Владимира Вернацкого. Трое из них учатся в классическом университете, одна в техническом. Хотя размер стипендий невелик, ежемесячно ребята будут получать по 3000 рублей. Главное, говорят, что их участие в многочисленных экологических конференциях заметили. Причем заметили на самом высоком уровне. Кстати, претендовать на эти деньги могут абсолютно все студенты и магистранты России, Украины и Белоруссии. Для любого эколога имя Вернацкого – это одно из таких ключевых имен вообще, можно сказать, даже в профессии. Потому что мы начинаем изучать экологию с Вернацкого, мы заканчиваем изучать экологию с Вернацким. Ну и, собственно, фонд имени Вернацкого тоже, когда обращаешься к ним за помощью, они содействуют в проведении всевозможных мероприятий. Ольга Калачева, Александр Морозов, информационный канал, Город. Сегодня в лагере «Сосничок» встречали мамы-пап. В преддверии сезона впервые родители вместе с экспертами проверяли готовность оздоровительных лагерей, условия для отдыха. Тему продолжит Лариса Куренкова. Это, пожалуй, самые объективные критики. От взгляда родителей не ускользнет ни одна деталь. Лагерь «Сосничок» предназначен для самых маленьких ребятишек от 6 до 10 лет. А значит, и требования особые. Одно из предложений родительского совета – усилить безопасность. Обсудили, есть ли возможность оборудовать территорию или хотя бы въезд видеокамерами. Во время осмотра появились и другие рекомендации. Дети, особенно дети до 10 лет, для них большая проблема – это надворные туалеты. Конечно, если бы была возможность поставить какие-то биотуалеты, может быть, найти на это какое-то финансирование. Специалисты говорят, к мнению родителей старались прислушиваться всегда. Правда, ранее это было с помощью анкетирования. Нынче мамы и папы пожелали лично участвовать в инспектировании лагерей. Родительский совет отметил – условия улучшаются. Так, в Сосничке в этом году появится отдельная столовая. Ранее питание было организовано в корпусах. Построена новая игровая площадка. Я смотрю как родитель, как своему ребенку. Если бы отдыхал здесь мой ребенок, меня бы здесь вполне устраивает. Родители сегодня не столько волнуют, скажем так, и не столько комфортабельные условия, сколько интересный, организованный досуг и занятость детей, чтобы присутствовали и физкультурные, и оздоровительные мероприятия, и образовательные, и творческие обязательно, потому что без этого лагерь просто немыслим. Сегодня лишь первый день работы комиссии. Впереди проверка всех пригородных лагерей. Говорят, рациональные предложения будут учтены, ведь порой так важен именно родительский совет. Но сезон начнется совсем скоро. И первым, кстати, его откроет Сосничок. Малышей здесь готовы принять уже 4 июня. Лариса Куренкова, Александр Морозов, информационный канал «Город». Молодежь краевой столицы самостоятельно сформирует муниципальную молодежную программу на ближайшие несколько лет. Документ станет итогом большого форума «Барнаул-Про», который пройдет в городе впервые с 19 по 26 мая. По словам организаторов, городского комитета по делам молодежи будет работать 7 тематических площадок про бизнес, про науку, про творчество и другие. Направления, которые больше всего интересны подрастающему поколению. Всего за неделю пройдет более 50 мероприятий, шоу, тренинги, презентации, дискуссии. Обещают совершенно новый формат. Напомним, в «Барнауле» уже существует молодежная программа, но она нуждается в изменении в соответствии с требованиями современности. Новые предложения внесут активисты молодежных организаций с участием приглашенных федеральных экспертов. Эти предложения не просто, как я уже сказала, останутся на бумаге, а мы в этом уверены и думаем, что при таком серьезном подходе попадут в ту целевую программу молодежи города Барнаула 15-20-е годы, которая будет предполагать под собой и финансирование, и действительно долгосрочное планирование. Театр танца «Фиеста» стал победителем молодежных дельфийских игр в Волгограде. С медалью «Какого достоинства вернулись на родину» и почему плакали, когда узнали результаты конкурса? Об этом и не только прямо сейчас. Вернулись из Волгограда с 13-х молодежных дельфийских игр. Говорят, по уровню и значимости этот конкурс можно сравнить с Олимпиадой, только для творческих людей. Артисты театра танца «Фиеста» исполняли три номера. По словам ребят, зрители пребывали в приятном шоке от выступления. Всего же в номинации «Современный танец» в возрастной группе от 15 до 21 года было 16 конкурентов, из них 4 коллектива из-за рубежа. Золото досталось Волжанке из Ульяновска. «Фиеста» привезла на родину серебро. На наш взгляд, эта награда очень близка к первому месту, поскольку уступили наши ребята практически профессионалам, студенческому коллективу. И вот называют серебро, и мы выходим на сцену все в слезах, потому что эмоции просто нас захлёстывали, и мы думали, что мы в полном провале, но оказывается, это было не так. И мы даже не ожидали такого. Эти юные модницы только готовятся к очередному испытанию. В ближайшую субботу – финал краевого конкурса красоты и таланта «Принцесса Алтая-2014». Девять девочек в возрасте от шести до тринадцати будут соревноваться за корону победительницы. Организаторы отмечают, поскольку конкурс детский, то красота и физические параметры здесь не самое главное. Главная уверенность в себе, творческий талант, общительность и в то же время скромность. Хотя набор испытаний вполне традиционный для подобных конкурсов. Кто станет принцессой Алтая, узнаем совсем скоро. Цель конкурса – показать, дать девочкам все-таки возможность выступить на сцене, показать талант свой, получить положительные эмоции, зарядиться какой-то хорошей энергией. У нас все девочки получают, кто прошел финал, обязательно титул. То есть они уже являются победительницей в определенной номинации, имеют торжественно вручаемый диплом, ленту. Сегодня в краевой столице стартовал пятый международный фестиваль авторских фильмов «Киноликбез». Зрители посмотрят и оценят около 50 кино и анимационных лент режиссеров из России, Белоруссии, Украины, а также Германии, Швеции, Франции и других стран. Жюри возглавит известный кинокритик Сергей Кудрявцев. Фестиваль продлится до 17 мая. Елена Кузовкина, информационный канал «Город». Над Барнаулом взошло гавайское солнце. В галерее Бандероль открылась выставка картин Владимира Куша, которого называют самым известным в Америке русским художником. Владимир родился в Москве, там начал свою карьеру живописца и скульптора, но в 90-х годах переехал сначала в Европу, а затем в США и, наконец, на Гавайские острова. С начала 2000-х его выставки проходят в самых престижных галереях мира, а теперь очередь дошла и до Барнаула. Как признается сам художник, в холодную Сибирь он, как ни странно, приехал за теплом, душевным. Выставка называется «От Гавайев до Сибири» и отражает единство мировоображения, в котором гармонично сочетаются самые, казалось бы, несочетаемые вещи. Метафорический реализм – так сам художник называет свой стиль. Метафорическое по концепту своему, а реалистическое по исполнению. То есть это попытка сделать так, чтобы вы поверили в существование этого мира. На выставке представлено 23 картины, выполненные в уникальной технике печати на холсте. Совершенно свободно полюбоваться работами можно будет до 27 мая. В Барнауле открылась выставка строительства благоустройства «Интерьер». В ней принимают участие сотни предприятий региона, среди которых единственное в Барнауле производство инновационного строительного материала – компания «Армапласт». Компания «Армапласт» производит композитную стеклопластиковую арматуру, которая заменяет стальной прокат в строительных конструкциях, таких как фундаменты, промышленные полы, стяжки, стеновые панели и многое другое. Арматура имеет ряд преимуществ. Она в три раза прочнее, на 30% дешевле, в 10 раз легче. Ее можно перевозить даже в багажнике легкового автомобиля. Стеклопластика арматура позволяет существенно снизить стоимость изготовления фундамента или другого сооружения. И при этом увеличивается срок службы конструкции. Компания «Армапласт» работает в соответствии с требованиями ГОСТ. Более подробную информацию вы можете получить по адресу. Переулок Прутской, 69А, офис 54. Или по телефону 500-670-690-107. В Новосибирской области в аварии погиб воспитанник спортивной школы Барнаула. Также в ДТП пострадали футбольный тренер Николай Краснокутский и еще один юноша. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу. По предварительным данным на трассе М-52 автомобиль с алтайскими спортсменами взял на таран водитель «Жигулей». Мужчина выехал на встречную полосу. От удара шофер отечественного авто погиб на месте. О событиях более радостных в мире спорта расскажет Кирилл Политов. О первооткрывателях. Эти ребята точно знают, что ракетку не нужно держать как сковородку или как молоток. Это азы. И вот когда уроки освоены, в пору посостязаться набралось таких желающих более полусотни. Соревнования по большому теннису между детьми проходят в краевой столице впервые. Называются «Динамо детям России». География пока ограничена нашим регионом. Тамбийск, Новоалтайск, Барнаул. В планах на будущий год пригласить гостей со всей Сибири. У нас все больше и больше ребятишек приходит. Все больше желания играть в турнирах. Надеемся, что и гости из Сибири. Может быть, даже попытаемся пригласить тех учеников, которые за границей играть, сыграть на нашем турнире. Несмотря на свой юный возраст, многие из них уже добились приличных результатов. Мальчишки против девчонок и девчонки против мальчишек – таковы правила. Впрочем, для самих спортсменов данный пункт, похоже, и не важен. Мы видите, каждый их может как угодно играть. Можно и так. А Суворове, Шаляпине и Толстом – общее между ними одно. Все эти видные личности страстно любили поиграть в городки. На Алтае тоже есть поклонники этой старинной русской. Повод для сбора выбрали более чем достойный. Турнир посвятили памяти ветерану Великой Отечественной войны Архипу Андросову. На корте борьба шла как в личном зачете, так и в командном. Состязания в актив записали себе все, ведь подобные встречи достаточно редки. Приехали те, которые давали согласие. Это Олейск, Первомайский район, даже три команды Первомайского района. Значит, приехали в Павловский район, в Биск приехал, в Барнаул. Рубцовского у нас нет, нету никогда уже, давно нету. О полетах. Алтай-Барнаул вновь расстроил своих преданных болельщиков. Второе противостояние с подмосковным Измайлова, как и днем ранее, завершилось не в пользу команды гостей. На этот раз барнаульские девушки пропустили пять мячей. Унылые нули лишь единожды разбавила Ирина Осипова. После восьми встреч бывший коммунальщик увяз на пятом месте в турнирной таблице. При том, что участвует всего-то семь клубов. Далее хоккеистам в юбках предоставится возможность побегать по домашнему газону. 21 и 22 мая в гости пожалует Минск. И это будут первые игры в родных стенах в новом сезоне. Кирилл Политов, Александр Антропов, информационный канал «Город». И о погоде. В четверг в Барнауле облачно, без осадков, северный порывистый ветер. Ночью от трех до пяти, днем от 14 до 16 выше ноля. Завтра о событиях нового дня. До встречи.